Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 12 марта. Преподобный Симеон Новый Богослов родился в 946 году в городе Галате, Пафлагонии. И получил в Константинополе основательное светское образование. Отец готовил его к придворной карьере, и некоторое время юноша занимал высокое положение при императорском дворе. Но достигнув 25 лет, он почувствовал влечение к иноческой жизни, бежал из дома и удалился в Судийский монастырь, где проходил послушание под руководством знаменитого в то время старца Симеона Благоговейного. Основным подвигом преподобного стала непрестанная Иисусова молитва в ее кратком виде «Господи, помилуйся!». Для большей молитвенной сосредоточенности он постоянно искал уединения, даже на литургии стоял отдельно от братьев. Часто оставался один на ночь в церкви. Чтобы навыкнуть памятование о смерти, проводил ночи на кладбище. Плодом его усердия были особые состояния восхищения. В эти часы Дух Святой в виде светящегося облака нисходил на него и закрывал от его глаз все окружающее. Со временем он достиг постоянной высокой духовной просветленности, что особенно обнаруживалось, когда он служил литургию. Примерно в 980 году преподобный Симеон был поставлен игуменом монастыря Святого Мамонта и пробыл в этом сане 25 лет. Он привел в порядок запущенное хозяйство обители и благоустроил в ней храм. Доброта сочеталась у преподобного Симеона со строгостью и неуклонным соблюдением евангельских заповедей. Так, например, когда его любимый ученик Арсений перебил ворон, которые поклевали размолоченный хлеб, игумен заставил его нанизать мертвых птиц на веревку, надеть это ожерелье на шею и стоять на дворе. В монастыре Святого Мамонта замаливал грех некий епископ из Рима, нечаянно убивший юного племянника. И преподобный Симеон неизменно выказывал к нему доброту и внимание. Строгая монашеская дисциплина, которую все время насаждал преподобный, привела к сильному недовольству среди монастырской братьев. Однажды после литургии, особенно раздраженные из братьев, набросились на него и едва не убили. Когда же Константинопольский патриарх изгнал их из монастыря и хотел предать городским властям, преподобный вымолил для них прощение и помогал им в жизни и в миру. Около тысячи пятого года преподобный Симеон передал игуменство Арсении, а сам поселился при монастыре на покое. Там он создал свои богословские труды, отрывки из которых вошли в пятый том добротолюбия. Главная тема его творения – сокровенное делание во Христе. Преподобный Симеон учит внутренние брани, способом духовного совершенствования, борьбе против страстей и греховных помыслов. Он написал по учению для монахов, деятельные богословские главы, слово о трех образах молитвы, слово о вере. Кроме того, преподобный Симеон был выдающимся церковным поэтом. Ему принадлежат гимны божественной любви, около семидесяти поэм, полных глубоких молитвенных размышлений. Учение преподобного Симеона о новом человеке, об обожении плоти, которому он хотел заменить учение об умерщвлении плоти, за что его и назвали новым богословом, принималось современниками с трудом. Многие его поучения звучали для них непонятно и чуждо. Это привело к конфликту с высшим константинопольским духовенством, и преподобный Симеон подвергся изгнанию. Он далился на берег Босфора и основал там обитель Святой Марины. Святой мирно приставился к Богу в 1021 году. Еще при жизни получил он дар чудотворения. Многочисленные чудеса были явлены и после его смерти. Одно из них – чудесное обретение его образа. Житие его написано келейникам и учеником преподобным Никитой Софитом. На русском языке издана словеса, зело, полезные. 12 слов в русском переводе. Слова. Деятельные богословские главы божественной... Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok